Прежде чем переходить к самим изотопным системам, нам нужно поговорить о том, как производится изотопный анализ. Конечно, будет самая общая информация, детали, как во всякой лаборатории, чтобы в них вникнуть, это надо уже в этой лаборатории начать работать. Но некоторым иногда случается, послушать лекции, потом оказаться работающими в изотопной лаборатории и даже проводить какие-то собственные исследования, изотопные определения возраста и все такое прочее. Но общие представления вам нужны, иначе некоторые вещи потом, которые я буду рассказывать, они будут не очень понятны. Нам нужно понимать, как происходит измерение изотопного состава. И изотопный состав определяется с помощью такого прибора, который называется масс-спектрометр. И вот он позволяет разделять. То есть для того, чтобы измерить соотношение изотопов, ему нужно разделить движущиеся заряженные частицы по массам. Для этого используется либо магнитное поле, либо электрическое поле, либо их комбинация, либо во времени их разделить. То есть нужно получать так называемый масс-спектр. Так же, как видимый спектр разлагается на составные разного цвета, так же точно массы разлагаются на пучки разной величины массы. Ну и полученный сигнал, полученный масс-спектр дальше используется для определения либо соотношения изотопов между собой, либо используется для определения концентрации элементов. Поэтому довольно большая группа приборов, которые, по сути дела, являются масс-спектрометрами, скажем, ICPMX, они используются не для изотопного анализа, а для элементов. Но используют при этом именно изотопы. Измерение концентрации изотопов. Поэтому тут немножко будет перекликаться и элементная геохимия, и изотопная. Ну, у любого масс-спектрометра есть некое количество систем общих, которые можно общими словами назвать. Ну, первая необходимая система, без которой ни один масс-спектрометр не обойдется, это источник ионов. То есть он, как мы понимаем, он предназначен для получения самих ионов. То есть вещество надо ионизировать. Потому что незаряженные частицы, незаряженные молекулы или атомы, мы не в состоянии разделить по массам. И для этого используют разные физические и химические ухищрения. Нагрев, бомбардировка какими-то частицами, электронами, протонами, нейтронами и другими ионами. Ионный ионный масс-спектрометр, наверное, вы слышали такое название. Также используют химические реакции, тлеющий разряд. Ну, вот мы с вами будем говорить про те приборы, которые предназначены прежде всего для изотопного анализа. А это первые, вот в них первые два варианта источников используются. Либо, значит, ионы получают путем нагрева, либо путем бомбардировок какими-то частицами. Химические реакции, тлеющий разряд, это уже немножко другие задачи. Больше для исследования поверхности вещества и всяких прочих физических задач. Вторая система, без которой не обходится ни один масс-спектрометр, это анализатор. Анализатор служит для того, чтобы разделять ионы по массам. Ну и, как я сказал, значит, разделение может происходить в магнитном поле, в электрическом поле и во времени. Мы рассмотрим сами примеры таких анализаторов. Сейчас покажем самую общую информацию. Ну и третья тоже важная система, без которой масс-спектрометр не обойдется, это система регистрации сигнала. То есть, система для измерения относительного содержания изотопов. Ну, для относительного потока ионов той или иной массы, из которой вычисляется относительное содержание изотопов. Они... Их можно в разных измерениях классифицировать. Можно сказать, что они делятся на одноколлекторные и многоколлекторные. А можно по типу физического явления регистрации. Это значит, накопление просто заряда, измерение токов в чашке Фарадея. Либо устройство для счета частиц. Это разного рода умножители. Тоже чуть-чуть самое общее сведения об этом дамы. Ну, начнем, естественно, с источников. Какими они бывают. Один из самых распространенных в масс-спектрометрии изотопной, это источник ионов термоионизационных. То есть, ионизация вещества происходит за счет повышения температуры. И обычно это... ...вещество в виде твердой фазы. То есть, нам нужно... Сейчас начнете писать, да? Я буду только мешать вам, да? Запишите тогда, наверное, сначала то, что здесь есть, потому что это полезно запомнить. Потом я вам прокомментирую. Спасибо. 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 Представьте себе ленточку, изогнутую так, буквой П, ленточка, на которую... И мы на нее смотрим как раз в профиль сбоку. И на нее, на центральную часть, нанесена капелька раствора с тем элементом, чей изотопный состав нам нужно определить. То есть, мы нанесли эту капельку, высушили ее, а ленточка, допустим, она рейневая. И вот так две ленточки напротив друг друга. Между ними, вот так, чтобы понимать масштаб этого, значит, ну вот длина, может быть, миллиметров 8-10 и зазор между ними где-нибудь меньше миллиметра, полмиллиметра, что-нибудь такое. Вот две ленточки так на встрече друг к другу стоят. На одной нанесен препарат, это испаритель. Его будут нагревать до не очень высокой температуры. А напротив ионизатор. Ну, он будет нагреваться, наверное, до температуры. В зависимости от того, какой элемент мы анализируем. Это может быть 1500 градусов, 1800, 2500, 2500. Это зависит от свойств элемента, который мы анализируем. Вещество отсюда испаряется. Испаряется в виде нейтральных атомов. И когда попадает на такую жиреневую ленточку, разогретую до очень высокой температуры, ну, до бела, так скажем, у которой довольно высокая работа выхода, она, эта ленточка, когда нейтральный атом на нее попадает, просто отбирает электрон у атома, и он становится положительно заряженным ионом. А как только он стал положительно заряженным ионом, вот в ту сторону, если смотреть на этой оси, здесь приложена огромная постоянная разность потенциалов электрической поли. частица заряженная попала в электрическое поле, и ее, естественно, будет из этой точки ускорять, выбрасывать. Дальше вся задача сфокусировать этот поток, поскольку это не единственная частица, сфокусировать этот поток, направить его туда, куда нам надо. Мы поговорим дальше, куда нам надо. Вот, если сверху посмотреть на эту картинку, тут, правда, три ленточки нарисованы, два, две боковых, это схема опять-таки идет сверху, две боковых, это вот такой вот испаритель, а одна между ними, это ионизатор. Значит, с испарителя нейтральное вещество испаряется, поэтому никаких тут лучей не возникает. Но как только это вещество попало на ионизатор и ионизировалось, а здесь приложено, значит, электрическое поле, оно начинает ускоряться. Проходит через систему так называемых линз, на самом деле просто металлические пластинки с зазором, на которые подается регулируемое тоже постоянное напряжение, да, разных потенциалов. Так, чтобы этот пучок как можно компактно был образован и ушел туда в анализатор. Ну, они довольно капризные, эти системы, тут для каждого вида изотопного анализа, для каждого элемента. Нужно подбирать свои температуры и испарение, и ионизацию, и во многих случаях материалы этих ленточек. Ну, понятно, если мы анализируем рений, изотопный состав рения в рениосковой системе, мы не можем использовать рениевые ленточки. У нас в образце рений, причем в образце этого рения могут быть нанограммы, а здесь у нас просто сплошной массивный, ну, как массивный, это тоже какие-то доли грамм, но все равно это рений, который нам все задушил, да, мы ничего про этот рений знать не будем. Поэтому, скажем, когда анализируют рений, кто использует какие-нибудь платиновые, иридиевые ленты, ну и так далее. А, скажем, рубидистронцы, самарениадим, урансвенец, лютец и гафний, для них используют рениевые ленты, более-менее стандартную конфигурацию, но температуры, соотношение температур совершенно разное, под каждую систему это нужно, это своя лабораторная кухня, да, все это надо подпирать, настраивать, ну, когда вы научились, поняли, как это надо делать, дальше это, ну, в некотором смысле можно назвать даже рутиной изотопный анализ, можно назвать рутиной, можно, да, уже, но вот когда все, когда руки растут откуда надо, уже и рутина. Значит, это твердофазный источник ионов. Но надо сказать, что гораздо раньше появились источники ионов ударного типа, именно с электронным ударом. Как-то первые, первые масс-спектрометры, они больше были ориентированы даже на изотопный анализ газов, и выглядели следующим образом. Газ, естественно, если это вещество газообразное, то газ надо подавать по трубочке. Ну, вот капиллярчик, тут он схематично нарисован, подается сюда газ. Это уже вокруг тут вакуум, понятно, что и тот источник предыдущий тоже был вакуум, само собой, не в атмосфере. Подается сюда газ, а здесь, поперек, вот эти две, тоже две ленточки, одна из них катод, другая анода. Опять это какой-то либо вольфрам или линий, который при определенном нагреве начинает испускать электроны. И вот эти два полиса магнитных, здесь их специально настраивают, так, чтобы этот вот пучок электронов был как можно тоже более компактным. и чтобы он пересекал поток газа, вот в эту коробочку, да, с отверстием. Сюда подается газ анализируемый, и этот газ попадает под поток электронов. Электроны тоже вышибают, именно как ударяющиеся такие частицы, вышибают электроны из газа, который анализируется. Аргон, неон, неважно там, кислород. Ну, кислород или углерод, или сера обычно в виде соединений. Азот, да, азот в виде Н2. Ну, благородные газы, они на то и благородные, что они ни с кем не соединяются. Они так вот и подаются. А кислород чаще всего анализируют в виде СО2, но иногда в виде О2, хотя это посложнее. Углерод тоже в виде СО2, серу чаще либо, значит, СО2, либо в виде фторида. И вот такой газ сюда попадает, ионизируется, и дальше так же точно фокусируется. Тут своя немножко по-другому система фокусировки показана, но это уже детали. Главное, нам нужно здесь сформировать пучок ионов, направить его в анализатор. А относительно недавно, ну как относительно? Относительно, да, недавно. Лет, наверное, 20-30 назад. Появились очень сложные, очень громоздкие приборы с ионным ударом. Сначала, кстати сказать, фирма Камека выпускала ионная масс-спектрометра предназначена исключительно для химического анализа, локального, и для исследования всяких поверхностных явлений, для задач физики, химии. отнюдь не только нашей идеологии. но позднее, вот я говорю лет 30 назад, начали выпускать, сначала придумал Комстон, это австралийский исследователь, геохронолог, Комстон придумал, что надо сделать такой прибор исключительно для анализа уран-свенцовой системы в цирконах, локальный анализ прямо в зерне циркона. И он сделал, вот они в Австралии сделали такой прибор, и после того, как он у них успешно начал работать, они, кстати, организовали при Мельбургском университете фирму, которая стала эти приборы делать, и продолжает их делать, и продавать дорожные силуэты. И когда у них это дело пошло, то французы, Комет, решили, а, так а мы тоже делаем ионные-ионные масс-спектрометры, нам нужно только их слегка модернизировать, это на самом деле слегка, оно раз в 10 больше оказывается, чем вот их приборы для хим-анализа, то прибор для изотопного анализа, он просто огромный, он в эту комнату не поместится. Вот. И там используют в качестве первичного потока ионов, либо кислород, в зависимости от задачи, да, либо кислород, либо аргон, либо цезий. И одно из приложений очень широких в геохронологии, это исследование уран-свинцовой системы в цирконе, в цирконе, в зернах цирконе, неправильно написано, не в цирконе, цирконе это один минерал, один и тот же, просто зерна могут быть разные, да, в цирконе, но и сейчас появилось много таких приборов, которые позволяют локальный изотопный анализ проводить, скажем, определять изотопное отношение кислорода, в том же самом цирконе, тоже полезная информация. для самых разных других задач. Изотопный состав гафни, да, для лютеции гафниной системы, которую мы перед этим с вами видели. Значит, это второй тип источников, изотопных, еще один, тоже, весьма распространенный в аналитической аппаратуре, для изотопного и элементного анализа, это источник с индуктивно связанной плазмы, ICP, да, там было язычная аппаратура и название. И выглядит он так. Он тоже, кстати, не так давно появился, только в конце прошлого века его сделали. Дело в том, что, да, сначала принцип. Вот тут схематично показана в разрезе катушечка. Это просто тонкая медная трубочка, по которой течет вода исключительно для охлаждения. А вообще это просто катушка электромагнитная, которой приложен высокочастотный переменный сигнал. И когда он достигает определенной мощности и частота там порядка сорока мегагерц, если я не ошибаюсь, ну там с десятыми сотыми значениями, там очень точно должна быть выдержана эта частота, то аргон, который здесь протекает через эти коаксиальные трубки, ну, со скоростью 10-15 литров в минуту. Довольно такой интенсивный поток. Так вот аргон, когда попадает в эту область, из-за этих высокочастотных колебаний, его внешние электроны начинают колебаться и просто срываются с ним, улетают. Получается ионизированный аргон. Ионизированный газ. Что такое ионизированный газ? Как по-другому его называют? Плазма. Плазма. А плазма, эта штука, это, по сути дела, пламя, да, очень высокой температуры. Значит, вот здесь показано примерно распределение температур в этом пламени, ну, в Кельвинах, да. Хотя, что Кельвины, что Цельсии, здесь в данном случае почти одно и то. Это как одесситы спросили, Рубинович, вы хотели бы прожить миллион лет? Он подумал и говорит, всего или еще? Вот примерно так же здесь температура в Кельвинах или в Цельсии, да, будет выглядеть. Всего или еще? 10273 или просто 10000. И когда вот по центральной трубочке сюда подается анализируемое вещество, это может быть раствор, аэрозоль раствора, да. Это может быть аэрозоль, приготовленная испарением твердого вещества, паром. Там, скажем, мы лазером выжигаем какой-то анализируемый материал, это тогда будет очень локальный анализ, да. И направляем его вот с газом по трубочке сюда. Любое вещество, которое попадает сюда при температуре 10 тысяч градусов, моментально ионизируется. Беда, правда, в том, что некоторые легко ионизируемые элементы ионизируются дважды и трижды, они несколько электронов могут потерять. Тогда это немного усложняет спектр. Потому что вот в спектре как раз ICP источников много многократно ионизированных элементов. И они, эти изобары, потом накладываются друг на друга. Это целая, в общем, проблема потом расшифровать все эти накладки. Но, тем не менее, это очень такой продуктивный, очень эффективный источник. Главная задача, которую некоторое время не могли инженеры решить, как эту плазму изолировать от любого другого твердого материала этого прибора. Ну, когда, собственно, этим же полем, электромагнитным полем, удалось ее изолировать от вот этой кварцевой трубки, то все, процесс дальше пошел. Но, стоит чему-нибудь там перекоситься, нарушиться, эта плазма чуть-чуть изменит форму, коснется кварцевой трубки, и кварцевая трубка моментально, естественно, плавится все. И ищите еще полторы тысячи долларов, чтобы заменить это вот устройство. Такая немного капризная штука. Но, зато, когда здесь все ионизировалось, опять-таки, оно помещено в электростатическое поле, ионы, образовавшиеся этим полем, сразу выталкиваются, опять-таки, также точно фокусируются, и направляется пучок в анализатор. Ну, области применения. Значит, во-первых, анализируется широкий круг элементов, действительно, можно всю таблицу Менделеева здесь ионизировать. Источник в этом смысле гораздо менее капризный, скажем, чем твердофазный. Ионизируется все. Но, тем не менее, никто не списывает твердофазные приборы, потому что точность анализа их гораздо выше. Ну и проблем со всякими накладками, как здесь, там тоже нет. Ну и некоторые другие детали, в общем, тоже приводят к тому, что твердофазные приборы, это, пожалуй, наиболее распространенные для многих изотопных систем. Ну и, как я сказал, позволяет анализировать не только из растворов, но и проводить локальный анализ. У нас в институте вот эту лазерную абляцию, когда, где-то в 2004-2005 году мы как получили лазер, там история была сначала такая. Первые статьи, которые я читал про лазерную абляцию, они не вызывали никакого вдохновения. Точность была невысокая. Я думал, да ну ерунда какая-то, люди ерундой занимаются. А потом я встретил через несколько лет, и так это и осталось ощущение, что это ерунда. А через какое-то, может, лет через десять я встретился с людьми, которые этим анализом занимались. Занимались уже довольно долго. Наладили всю эту систему, она у них хорошо работала в Австралии. Подружился. Уговорил здесь начальников купить лазер. И теперь у нас лазерная абляция тоже в институте есть. Вот такие три вида источников. И теперь давайте поговорим про анализаторы. Квадрупольный анализатор. Выглядит схематично вот таким вот образом. Это три параллельные цилиндра, тонкостенные. Ну, чем тоньше этот вот металл. Это обычно керамическая трубочка, на которой напылено золото. Чем тоньше этот металл, тем лучше. Ну и, конечно, они должны быть идеальной формы. Цилиндрики. К ним прикладывается вот так вот напряжение. Переменная. Переменная постоянная. Вот такая формула, значит, этого сигнала. То есть, есть постоянная составляющая. И есть В на косинус омега Т. Два плюса и два минуса. И потом они меняются местами. И в разрезе, если смотреть вдоль оси, в разрезе силовые линии выглядят примерно вот так. А пучок, он вот так вот колеблется. То вот так растянется, то так. В зависимости от того, как тут меняется сигнал. Значит, сюда входят ускоренные частицы, уже сформированные источником ионов. любым ICP, твердофазным. Но обычно, все-таки, квадрупольный анализатор используется с ICP источником. Подавляющим мощностью. Вот. Сюда входит поток заряженных частиц разной массы. Все, что было ионизировано, все сюда попало. Все движется. Но. Вот эти колебания приводят к тому, что большинство частиц вылетает, просто вышибает их с этой траектории. И в резонанс попадает только одно единственное соотношение массы к заряду. То есть мы из масс спектра вырезаем одну массу, если это однократное ионизированное число. Ну, правда, если двукратное ионизированное, то это будет частица в два раза более тяжелая. Сюда же попадет. Трехкратно, соответственно, в три раза. Ну, все-таки, как правило, мы принимаем какие-то меры, чтобы иметь дело только с одними нужными нам частицами. Ну, и, соответственно, меняя это поле, мы можем изменять со временем вот ту самую величину отношения массы к заряду. И таким образом прописывать развертку масс спектра. То есть запускаем, допустим, сюда сначала восемьдесят восьмой стронций, чтобы он попадал, проходил сквозь анализатор на систему регистрации. Потом восемьдесят седьмой, потом восемьдесят шестой, потом восемьдесят четвертый. Потом возвращаемся опять на восемьдесят восемь. Это может быть ступенчатое такое сканирование, а может быть плавная развертка. В зависимости от задачи. То есть здесь, в кутрупольном анализаторе, частицы разделяются именно в электрическом поле. Видите, он довольно компактный. Просто относительно маникулы даже видно, насколько компактный анализатор. И немаловажное значение, чем меньше железо, тем дешевле прибор. Соответственно, это очень такие распространенные сейчас приборы. Они действительно относительно недорогие, и многие лаборатории их используют. Он используется, я думаю, что все-таки большая часть этих приборов используется для элементного анализа. Но могут и для изотопного анализа тоже. Потому что вот та самая лаборатория австралийская, про которую я говорил, которые меня с этой лазерной абляцией сбили с моего негативного отношения, они в течение многих лет, я думаю, до сих пор у них квадрупольные масс-спектрометры стоят для изотопного анализа урансвенцовой системы в цирконе. Для исследования циркона. Если другие изотопные системы изучать надо, тут квадруполе же не годится. Чуть позже объясню почему. Временпролетный анализатор. Тоже, в общем, может быть, он поменьше распространен в аналитической химии и в изотопной геохимии, чем квадрупольные приборы. Но, тем не менее, такие приборы тоже есть и они довольно интересные. Значит, времяпролетное или time of flight. ТОФ аббревиатура. Может вам встретиться. Значит, если у нас заряженная частица массы М и зарядом Е, в электрическом поле напряженность У большая, она приобретает энергию Е. А Е – это всего лишь произведение Е на У. То есть заряд на напряженность поля. И она же, в итоге, обладает химетической энергией М в квадрат пополам. Поэтому мы их приравняем, эти два вида энергии, частицы. И нас в данном случае интересует скорость Йона. То есть мы выразим из вот этого равенства, мы в явном виде выразим скорость, и получится, что корень из удвоенной энергии делить на М. Замечательно. Скорость частицы обратно пропорциональна корню из массы. Это значит, что частицы с разной массой приобретут разную скорость. И мы это явление можем использовать для того, чтобы их разделить по массам. У нас задача масс-спектрометра – разделить частицы по массам. В данном случае, во времени. Обычно устроены анализаторы вот таким образом. Здесь есть отражающая система, которая разворачивает пучок. Но что очень существенно. Вот поток Йонов загоняется откуда-то отсюда, сбоку. А здесь импульсный ускоритель. Он включает ускоряющее напряжение импульсами. Причем довольно часто, это какие-то килогерцы. Почему импульс? Если он будет постоянно напряжением, то все, что входит, так постоянно туда и летит. И это значит, что, да, более легкие будут лететь быстрее. Но они будут догонять те тяжелые, которые на долю секунды раньше попали сюда. И у нас не получится спектра. У нас получится мешанина изотопов разной массы. Частиц разной массы. Поэтому работает именно импульсный ускоритель. И от начала импульса отсчитывается момент запуска по этой траектории частиц. Они пролетают до отражающей системы, разворачиваются. Во-первых, разворот этот сделан для того, чтобы сделать ее более компактной. А во-вторых, это еще каким-то хитрым образом используется для лучшей фокусировки пучка, чтобы он потом попадал на детектор. А длина, в общем, нужна, потому что дельта Т, вот разница прихода разных частиц во времени на детектор, записывает таким образом длина всего пути на дельта В. Поэтому длину нам бы желательно увеличить, чтобы вот эта дельта Т была побольше, легче будет замерять разницу во времени прилета частиц разной массы. Эта система была тоже придумана довольно давно, но пока электроника до конца, наверное, прошлого века, пока она была такой низкочастотной относительно, Эти приборы не очень гонились для точных измерений различий малых масс, но сейчас какой только электроники нет, какой только техники нет. В общем, все это супер высокочастотное, и работают эти приборы очень неплохо. Единственное, что здесь тоже детектор один, коллектор только один. Но зато вот мы очень быстро можем набирать статистику вот этих вот импульсов и замерять соотношение изотопов разной массы. Можно? Да. Отражающая система линза на что отражает? Она вот этот вот пучок разворачивает обратно. Кого? Электронов? Нет, не электронов, это частицы заряженные. О, йоны. Йоны, йоны, да. Йоны. Но это же не просто линзы, это же электрическое поле или это линзы? Нет, нет, это электрическое поле. Они поэтому и показаны вот таким. Это, по сути, здесь такой стек дисков, коллекций, да, вот они в разрезе здесь показаны, на которые приложены различные значения разности потенциала по отношению к корпусу. И все это фокусируется так, чтобы пучок этот, во-первых, развернулся, не касался ничего, да, вот, и во-вторых, чтобы он компактно пришел сюда. Когда я говорю линзы, вот, в отношении масс спектрометров, вы должны понимать, что это не стеклянные линзы. Это металлические либо пластины, либо, как здесь, кольца, к которым прикладывается то или иное постоянное напряжение. Ну, постоянное или, может быть, когда нужно, какие-то перемены. Так, значит, мы записали выражение для скорости в электрическом поле. А, ну вот оно здесь еще раз, чтобы мы не потеряли его. Теперь переходим к секторному магниту. Вот, схематично, как Мок нарисовал, да, вид сверху этого секторного магнита. Ну, это магнит, у которого вот так вот между двумя полисами зазор, и в этот зазор направляется пучок ионов из источника. Вот вид сверху, да, сверху один поле, снизу другой. Я не знаю, где северный, где южный, это, в общем, не столь важно. Частица уже в электрическом поле приобрела скорость В. Когда заряженная частица попадает в однородное магнитное поле, она начинает отклоняться. На нее действует сила Лоренца. И сила Лоренца, она записывается вот так вот. Заряд частицы на ее скорость и на напряженность магнитного поля. Это электромагнит, напряженность поля здесь можно менять по заданной программе или руками, как угодно. Но когда частица ускоренно влетела в поле и на нее начинает что-то действовать, что-то отклонять, то возникает центробежная сила, которая вообще сопротивляется этому отклонению. И центробежная сила – это МВ квадрат делить на Р, не на 2, а на Р. Где Р – это радиус траектории, по которой эту частицу пытаются отклонить, загнуть эту траекторию. Понятно, что эти две силы уравновешиваются, мы их приравниваем и выражаем отсюда скорость частицы. Значит, EVH МВ квадрат делить на R, отсюда V – это EH на R делить на массу. А эта же скорость, вот мы записали, она имеет вот такое значение. Соответственно, мы теперь это выражение приравниваем к верхнему. И отсюда находим, в явном виде выражаем радиус, по которому будут загибаться траектории частиц. Нам, наверное, надо будет сделать перерыв, да? Давайте мы сейчас запишем вот это, да, и прервемся. Дадите мне отдохнуть. И здесь самое важное, вот в этой записи, что… Как радиус зависит от остальных параметров. Напряженность электрического поля, да? Одна и та же для всех ионов, и постоянно обычно, да? Постоянная величина. Напряженность магнитного поля в электромагните тоже в данный момент она фиксирована величиной. И получается, что радиус зависит… Радиус, по которому будет отклоняться частица здесь, зависит от отношения корня массы к заряду. Ну, если заряд единица, здесь однократно ионизированное вещество, то радиус пропорционален корню из массы. То есть на входе сюда влетает пучок из разных масс, из отопов. А на выходе, чем более тяжелая масса, тем она по большему радиусу будет искривляться, нагибаться. И на выходе у нас, получается, все массы разделены. Итак, значит, анализатор со своей задачей справился. Разделил изотопы по массам в пространстве, в данном случае. Не во времени, а на разные пучки. И это очень активно используется уже дальше в системах регистрации, к которым мы сейчас и переходим. Значит, системы регистрации, как я говорил, бывает… Их можно делить по типам, по количеству, собственно, детекторов. Вот здесь показана мультиколлекторная система регистрации нашего массоспектрометра Тритон. Тут их раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. И еще пакет из четырех, тринадцать, тринадцать коллекторов. Ну, изначально, когда их только придумали, вот эти чашки Фарадея, так называемые, это была просто коробочка стальная, которая через сопротивление, через измерительный прибор, Сюда попадали ионы, они отбирали электроны у этого металла, и, соответственно, возникала разность потенциалов, протекал ток через сопротивление, сопротивление типа 10 в 12 Ом, то есть огромное сопротивление, потому что токи маленькие. Для того, чтобы здесь была некая разница потенциалов, да, вот, замерили сигнал, сопротивление должно быть очень высоким. Ну, сейчас в массоспектрометрах используются вот эти сопротивления порядка 10 в 12, 10 в 11, иногда 10 в 10 Ом. Вот, система регистрации, естественно, гораздо сложнее, чем вот то, что здесь схематично показано, как некий электрометр, да, это очень такие изощренные, высокоточные измерители малых токов, и, вообще говоря, сопротивление здесь вот не на земле так вот посажено, а оно в линию обратной связи вот этого измерительного прибора вставлено, вот. Главная задача – измерить маленький ток. Главная задача вторая – это при разных сигналах сохранять линейность, то есть, чтобы пропорционально количеству попавших ионов, да, менялся сигнал на выход, чтобы не возникало искажений делинейных, вот. Ну, и третья – тоже очень важная задача, чтобы шумы были низкими и так далее. В общем, чтобы эта система измерения была высокого качества. Токи, которые сейчас анализируются вот такими системами, порядка вот от 10 в минус 14 до 10 в минус 10 ампера. То есть, в общем, это нанотоки, да, и пикотоки. Но бывает и меньше, бывает и меньше. А вот уже потоки частиц, можно сказать, начиная с единичных, их регистрируют с помощью так называемых вторичных электронных умножителей. Здесь показана схема допотопного такого умножителя. Обычно это просто действительно в стеклянной колбе запаянные, вот такие вот под углом друг к другу расположенные электроды, тоже под своими потенциалами, которые называются денодами. И вот на первый денод попадает частица, кстати, не обязательно заряженная. Ну, в нашем случае они, конечно, будут, это будут ионы, заряженные частицы, но в общем случае не обязательно. Она вышибает, неважно какой состав этой частицы, да, из чего она стоит, она вышибает электроны из этого денода, которые отражаются под нужным углом и попадают на следующий денод, тот под своим потенциалом находится, из него вышибается больше, ну и так вот ламинообразно возрастает сигнал. И поэтому единичная частица провоцирует здесь появление, в общем, уже измеримого сигнала. Ну, а если она не единичная, а их там много, то сигнал, в общем, уже вполне такой пристойный. Ну, дальше тоже система регистрации, система измерения токов. Это уже такие умножители, предназначенные для измерения еще более малых токов, меньше 10 минус 13, в общем, на порядке меньше. Но современные системы таких вот умножителей, они выглядят по-другому, иначе, хотя принцип тоже. Вот так называемый непрерывный денодный умножитель. Он действительно непрерывный, это вот две таких пластины керамические, тоже с нанесенной проводящей пленкой. Так же точно влетает сюда, ну, вот в этот зазор влетает частица, и она вышибает какое-то количество электронов. Они отражаются, отражаясь, накапливают здесь сигнал, и в итоге вот к выходу здесь количество этих электронов, оно на порядке возрастает. Важно, опять-таки, соблюдать линейность, чтобы количеству вошедших сюда частиц пропорционально отвечала величина сигнала на выходе, чтобы соблюдалась линейность. Вот. С этим, это одна из таких главных проблем этих вот систем измерения. Ну, а к ним здесь вот приложена разность потенциалов, которая равномерно здесь распределена по длине этого денодного умножителя. В реальных приборах, вот как в нашем, скажем, ICP-MS элемент используют иногда такие двойные системы. Ну, можно начать просто с одной микроканальной пластины. Это, по сути дела, набор таких пластиночек. Сюда попадает ион, и здесь внутри, между этими пластинками, накапливается этот вот самый поток электронов. Они, в свою очередь, попадают в следующую. Здесь дополнительное умножение, да, вот когда две таких микроканальных платы установлены, то сигнал дополнительно усиливается еще, ну, вот как тут указано, порядка десять в седьмой, да, порядка десяти миллионов. То есть, действительно, единичные ионы можно фиксировать с помощью этих приборов. Конечно, точность их гораздо ниже, чем точность чашек Фарадель. Ну, просто потому, что туда идет поток частиц, поток ионов, а здесь этот поток послабее. 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 Ну, вот так он выглядит в реальности. Вот эта вот двойная пластина. Ну, вроде фильтр для чашечки кофе. Внешне. Ну, и теперь, поскольку мы с вами рассмотрели все системы, да, мы можем составить некую такую единую схему, как комбинируя разные виды источников, анализаторов и систем регистрации, можно делать приборы самого разного назначения. Вот, скажем, если источник с ионным ударом, секторный магнит и мультиколлекторная система регистрации. Ионный удар – это ионный ионный масс-спектрометр. Это вот два типа приборов, про которые я говорил. Шримп – это австралийское изделие, да, я сегодня упоминал, Австралийский национальный университет выпускает и фирма прием. И Камека. Вот здесь у меня еще фигурирует старая, более предыдущая модель называлась Камека 1270, 1280, сейчас уже Камека 1300 выпускается. Это вот, пожалуй, самые сложные, самые дорогущие в этом списке приборы для изотопного анализа. Твердофазный термоинизационный источник, секторный магнит, тоже мультиколлекторная система регистрации. Это термоионизационный масс-спектрометр, термо-айон масс-спектрометр, да, по-английски, англоязычная аббревиатура. Тритон – типичный прибор, сейчас очень распространенный, ну, вот у нас в истории такой. Его предыдущий, его предшественник МАТ-262, их уже немного осталось, сектор 54 – это британские приборы, ну, и есть еще некоторое количество конкурирующих, ну, такие аналогичные приборы, да. Твердофазный источник, секторный магнит, мультиколлекторная система регистрации. Газовый источник с электронным ударом, тоже с секторным магнитом и мультиколлекторной системой регистрации, это газовый прибор для изотопного анализа. МАТ-253 – это хороший прибор для анализа кислорода, углерода, серы и им подобных. Аргус, в общем, из названия понятно, что здесь не обошлось без аргона. Да, это действительно прибор, специально сконфигурированный под калиаргоновую систему, под анализ изотопов аргона. Ну, и НОБЛЕС – это тоже массоспектрометр, более универсальный, он под такой широкий круг анализов всех благородных, да, от гелия до оксинона. ICP-MS источник, тоже вот эта часть, секторный магнит, мультиколлекторная система регистрации. Это мультиколлекторная ICP-MS, ну, НИПТУ, НЮ ПЛАЗМА, Айзопроб, по-моему, еще выпускается, аксиом не выпускается точно, уже давно, уже лет 20, больше. Это приборы с источником ICP-MS, тоже для изотопного анализа, прежде всего. Вообще, все приборы с мультиколлекторной системой регистрации – это не для элементного анализа, это приборы для изотопного анализа. А источник ICP-MS с квадрупольным или времяпролетным, или иногда и с секторным магнитом, но с одноколлекторной системой регистрации – это, в общем, приборы, в основном они используются для элементного анализа, но можно и, скажем, уран-суицовый анализ в цирконе с помощью лазера тоже наладить. Вот у нас это как раз конфигурирована такая система на основе прибора элемент и лазера. Элемент как раз – это прибор с секторным магнитом и с одноколлекторной системой регистрации. Аджелент, бывший Хьюлит Паккарт – это квадруполь. Плазма-кват – слово «кват» сразу намекает, что это квадруполь. И ламер – тоже квадрупольный. Вот «Леха Ренессанс» и «Оптимас» – это времяпролетные спектрометры. Но они, еще раз говорю, они больше все-таки предназначены для… используются для элементного анализа. Но, регистрируя – изотопы. Регистрирую массу. Ну, несколько схем я вам покажу. Дельта Плюс – очень распространенный, один из самых недорогих приборов для изотопного анализа стабильных изотопов. Ну, прежде всего, кислорода. Ну, «ЦО» – кислород, углерод, серый на нем можно, водород. Значит, как он устроен? Вот газовый источник с электронным ударом. Вот линзы фокусировки, формируется пучок и попадает в секторный магнит. Здесь для улавливания самых легких нуклидов, самых легких изотопов, водорода и… Ну, H2 и HD, да? Два Проти и Проти с Дейтерием. Здесь вот установлены два коллектора совсем по дому. Очень малые радиусы. А под большие радиусы мультиколлекторная система из трех коллекторов уже вот подальше. Вот эта система регистрации. Такой прибор… Ну, их, в общем, довольно много. Такие приборы есть и у нас в институте, и в Эгеме, если кто-то там бывал. Вот Елена Дубинина, Елена Олеговна на таком… У них, по-моему, два таких прибора в лаборатории. В общем, очень эффективно работают. Твердофазный прибор. Значит, вот термоизоляционный источник ионов, он тут схематично показан. На самом деле сейчас источник ионов, он обычно барабанный. Твердофазный. На одном барабане размещаются два десятка образцов. То есть там два десятка позиций вот с этими парными ленточками. На одну наносится образец, другая – ионизатор. Вот. И по очереди вы загрузили, откачали, это все, естественно, под вакуумом находится. Вы загрузили этот барабанный источник, откачали, утром пришли, вакуум хороший, и начинаете измерение. Один загрузили. Нагреваются ленточки, формируется пучок ионов. На выходе он здесь разделяется уже изотопы по массам. Тут дополнительная фокусировка с помощью такой дополнительной оптики. октополе – восьми электронные системы фокусировки. Вот. И система регистрации уже мультиколлектора из многих коллекторов. Тут дополнительно может быть еще умножитель пристроен. вот вторичный электронный умножитель. Может один, может несколько, в зависимости от задачи. Система измерений, вот вся электроника измерительная, она тоже находится в отдельном таком чемодане, если его можно так назвать, в отдельном коробе под вакуумом, термостатирован, чтобы никакие колебания температуры внешней не искажали линейность этих приборов измерения. Точность измерения, вот я как-то не говорил про это, да? Точность измерения, погрешность измерения, скажем, изотопного отношения каких-нибудь изотопов неодима здесь может, ну сигма, быть на уровне нескольких миллионных долей от величины изотопного отношения. Не проценты, не десятые проценты, не сотые, не тысячные, а уже десятитысячные проценты. То есть миллионные доли. То есть это погрешность где-то в шестом знаке самой величины. Вот такова точность измерения. И она нужна, на самом деле, нам, в наших задачах, она нужна. Потому что у многих элементов вариации изотопного отношения очень невелики, но они для нас существенны. Поэтому это приборы высочайшей точности измерения. Если твердофазный источник, заменительный источник ICP, ну тут, правда, дополнительная такая фокусировка с электростатическими электродами, вот. Но все остальное тут точно так же, как вот на предыдущем рисунке у твердофазного. Мы получаем тогда ICP мультиколлекторный масс-спектрон. Ну, реально, они действительно очень похожи. И тогда у него появляются дополнительные преимущества, потому что ICP источник, как я вам говорил, он легче ионизирует все подряд, менее капризный к пробу подготовки. Вот. Но, в принципе, в целом эти приборы немножко, немного меньшую точность, да. Немного больше у них погрешностей изотопного анализа. И, в общем, обычно они требуют больше вещества. Они менее чувствительные, чем твердофазные приборы. Поэтому под разные задачи, по-хорошему, хотелось бы иметь все приборы. Но не всегда это удается. Ну, несколько слов про лазерную абляцию. Несколько слов про лазерную абляцию. Вот так выглядит один из коммерческих лазеров, специально приспособленных для элементного изотопного анализа. Ну, размер его, как бы, сравнить. Ну, что тут такого вот. Размер этого рисунка. В реальности. Вот шашка из эпоксидной смолы. Здесь не видно, но в нее, значит, в эту эпоксидную смолу замурованы там несколько сотен зерен цирков. Это все находится под... Это кварцевое стекло, прозрачное для лазерного пучка. Обычное стекло будет этим лазером плавиться. А кварц, он прозрачный для ультрафиолета. Ну, вот здесь более крупные зерна, это некие стандарты, а в эту дельмовую шашку, значит, заварены цирконы, которые надо изучить. Схема анализа такая. Вот эта вот коробочка, да, с зернами, она продувается в кармбеле. Лазерный пучок испаряет, ну, зону размером 20-30 микро. И этот полученный аэрозоль дальше уже прогоняется по этой трубке, тут добавляется к нему аргон. Все это гомогенизируется в некой промежуточной камере. Ну, по сути дела, это бюкс небольшой, в который попадает это по трубочке и потом тут же выходит. И подается в источник осипимис. Все. Значит, это система для такого локального анализа с помощью базера. Вот эта вот установочка, вот она здесь. Это самодельная штука. Ионно-ионный масс-спектрометр. Как я уже говорил, две конкурирующих фирмы. 12-70, 83 и 1300 камека выпускает. Ну, а шримп, соответственно, это австралийское изделие. Они шли разными путями, как я сказал. Австралийцы, они сначала сделали прибор для изотопного анализа, а потом стали расширять его. Для изотопного анализа, причем исключительно уран-цвинцовой системы. В цирковной. Да? Ну, так можно сказать более вообще. Уран, содержащий в минианолах. Ну, прежде всего, цирковной звучит. А камека шла навстречу. У них был прибор для элементного анализа, и они его модернизировали. Сохраняя универсальность его, они его модернизировали под изотопное. Ну вот, сейчас это две конкурирующих фирмы. Мне кажется, камека действительно более универсальный, более сильный прибор, с большими возможностями. Стоит безумные миллионы. Вот схема камеки 1280. Как это выглядит? Вот сюда загружается образец в источник. Опять-таки, такая же будет шашка с эпоксидной смолой. Ну, единственное, только у нее поверхность должна быть покрыта какой-то проводящей пленкой. Ну, либо золотом обычно покрывают, да? Либо, как в обычных микрозондах, углеродом. Ну, здесь, конечно, не экономят, здесь используют обычно золото. И вот пушка под первичный пучок йодов. В чем она может быть? Иногда в шримпе это сменные пушки. Если вы хотите использовать аргон, это своя пушка, если кислород, это своя. У камеки это одно изделие, но которое в состоянии запускать разные пучки. Вот цезимый источник, или вот кислородный, или аргоновый. И вот первичный пучок йодов фокусируется, попадает сюда на наш образец и выбивает. Ну, то есть, он выбивает частички исследуемого вещества и ионизируется. А они дальше уже, поскольку это все в электрическом поле, они отсюда выталкиваются, опять-таки формируется пучок, дополнительная ионизация, дополнительная фокусировка, простите. Дальше попадает в огромный магнит, который весит больше тонны, по-моему, или около того. И дальше уже разделенные по массам пучки попадают на систему регистрации. Вот эти вот желтенькие – это коллектора. Их тут стандартно семь штук. Ну, схема понятная, она очень похожа на обычный масс-спектрометр, да, или на мультиколлекторный ICPMS. Другое дело, что, конечно, это, как я вам говорю, это огромный и очень сложный прибор. Вот так он примерно выглядит на Гавайях. Тут вот сидит наш Александр Крот, он там сотрудник лаборатории гавайской. И, ну, вы понимаете, да, вот, чего много с вами надо этот прибор смотреть. Мы более-менее понимаем, что вот эта вот пушка первичных ионов, это вот источник, это вот электромагнит, вот эта вот вся система дополнительной фокусировки, вот, ну и где-то там вот система регистрации. Ну, сколько тут компьютеров установлено для самых разных задач, вы тоже видите. Вот, довольно сложная, довольно сложная система. Немножко надо поговорить про очень важную процедуру, очень важный этап – это подготовка вещества к изотопному анализу. Ну, название раздела такое очень общее. Но все возможные варианты подготовки вещества к изотопному анализу мы с вами обсудить никак не сможем. Я вам покажу только пару примеров. Просто, чтобы понимать, насколько это разнообразные способы подготовки, и, ну, может не пару, может тройку, насколько разные процедуры, да, и что вообще под каждый вид какого изотопного анализа система пробоподготовки, да, вот вся эта лабораторная кухня, она своя, индивидуальная. Она довольно сложная. Начнем с классической системы для изотопного анализа кислорода в силикатах. Вы обратите внимание, дата публикации – 63-й год. Подозреваю, что кроме меня никого не было на белом свете, когда эта статья вошла в свет. Клейтон и Маеда – это известные геохимики, специалисты для изучения изотопного состава легких элементов, самых разных объектов. Очень много они после себя оставили работ в области исследования метеоритов. Мы кое-какие из них с вами еще потом рассмотрим. Значит, как выглядит эта система? Там она у них была, кстати, разбита на две страницы, мне пришлось их как-то так в фотошопе объединять в одну. Значит, чтобы выделить из минералов, ну, из силикатов, из окислов, из карбонатов, чтобы выделить кислород, нужен какой-то еще более мощный окислитель, более мощный, чем кислород – фтор. В прошлом веке, когда вот эта работа писалась еще довольно долго после этого, вот очищать просто фтор, как газ, не научились. Это была очень сложная процедура. И поэтому использовали его соединения. Либо пентофторид брома, либо трифторид хлора. Это очень такие, это вообще яды. Очень опасные, очень противные соединения. Вся работа с ними всегда происходит под тягой. Но здесь схема просто показана, что вот есть некий баллон с исходом этим веществом, которое, вообще говоря, изначально оно довольно грязное. Там может присутствовать какое-то количество кислорода, которое вам будет все мешать, пачкать. Поэтому первая задача на этих двух ловушках – это очистка этого реагента от любых примесей. Как это делается? Открывается этот вентиль и напускается сюда газ. Закрыли вентиль. А это что такое? Это просто трубочка внутри тоже металлической пробегки. Поднесли сюда, повестили эту металлическую пробирку в, скажем, жидкий азот. Реагент замерз, грязь осталась. На самом деле там не жидкий азот, а на самом деле используют обычно какие-нибудь адские смеси, которые имеют разные температуры равновесия. Там, скажем, сухой лед, еще что-нибудь. Там целый огромный список разных органических соединений, которые, будучи в равновесии твердая фаза с жидкой, поддерживают свою фиксированную температуру. Ну, как вода и лед, да, 0 градусов. Ну, так можно получить там минус 80, минус 250. Заморозили, что не замерзло, откачали. Перегнали сюда. А перегнали как? Поместили это в азот жидкий, а эту часть нагрели. Все испарилось, перегналось сюда. Закрыли, так же точно откачали грязь, которая не замерзла. И так несколько раз. В конце концов, мы получаем некую порцию очищенного этого реагента, который хранится, ну, уже относительно долгое время, и который мы можем использовать для разложения наших образцов. Как выглядит уже сама система разложения? Это вот такие тоже никелевые, можно назвать пробирочки, да, никелевые реакторы с рентями. Никель или монель-металл. Это должен быть металл, стойкий ко второму. Сюда насыпается строго отмеренное, взвешенное количество вашего образца, из которого вы хотите выделить кислород. В каждой из них насыпали, напустили реагент, закрыли, и надели на каждый этот реактор нагреватель. Спираль, через которую пропускается ток. Надели, заперли лабораторию и пошли домой. Эта процедура длится обычно несколько часов. Утром пришли, и надеетесь, что у вас фтор полностью разложил образец и выделил таким образом из неркислород. Дальше задача, но примерно аналогичная вот самой процедуре очистки, да, разделить остатки реагента от кислорода, который вас интересует уже для того, чтобы провести его изотопный анализ. Это вот делается с помощью тоже аналогичной системы, но здесь вот она уже показана просто стеклянкой. Вообще, значительная часть первых вот этих систем для очистки кислорода, но только до, вернее уже после того, как мы избавились от реагента, да, это все стеклянка. Потому что стекло шторба, оно не выдержало, оно прохладилось. А после того, как мы освободились, откачали отсюда реагент и по очереди из каждого никелевого реактора забираем образец, образец это уже кислород, перегоняем его сюда, и это конвертер кислорода в СО2, если нам, если мы умеем анализировать О2 прямо, напрямую, на спектрометре, то этот конвертер нам не нужен. Но СО2 более инертное соединение, чем О2, и меньше подвержено всяким искажениям, поэтому часто изотопный анализ кислорода проводят в виде СО2. Здесь просто графитовый стержень обычный, и на нем намотан платиновая проволочка, как катализатор. Проволочка нагревается, и очень быстро кислород переходит в СО2. Дальше вот ловушка, опять-таки, для очистки, и схематично показан такой ртутный микроманометр, для того, чтобы нам измерить, а сколько же в итоге выделилось кислорода. И посчитать потом, сколько мы загрузили образца, скажем, мы знаем, что это плудиокласс, и мы легко можем посчитать, сколько там должно быть кислорода, там, в 50 миллиграммах плудиокласса. И если у нас получилось столько, сколько нужно, значит, мы ничего не потеряли и ничего не добавили сюда лишнее, ну и слабо. И тогда этот образец дальше либо напрямую направляется в масс-спектрометр, что реже бывает, либо, что чаще, запаивается в ампулу и потом передается уже в ту комнату, переносится, где производится истокный анализ. Скажите, пожалуйста, а почему на выходе получается чистый кислород, а не вторый кислород? Почему он не реагирует с металлами, с кратионами? Ну, потому что штор реагирует с металлами, с кратионами, а кислород, он остается чистым. А, то есть вот именно реакция с кислородом, уже весь штор тратится? Вы знаете, я ни разу не слышал, что бы там возникали соединения фтор с кислородом. Вообще-то два аниона, чего бы им вдруг взаимодействовать? Взаимодействовать. Взаимодействовать? Ну, это какие-то, наверное, особые условия. Не условия, типа, если бы такое возникало вот в этой процедуре, но эта схема бы не работала, ей бы никто не пользоваться. Здесь не возникает таких соединений. Я, честно говоря, не знаю, при каких условиях возникает это соединение, потому что это экзотическое. Экзотическое. Это своя экзотика, но другая. Вот такова классическая схема выделения кислорода. Надо сказать, что сейчас ею пользуются все реже и реже. У нее есть один очень существенный недостаток. Температуры, которые должны быть достигнуты для того, чтобы вещество разложилось полностью, кислород выделился, часто требуются слишком высоки для того, чтобы эти никелевые реакторы жили хоть какое-то более-менее долгое время. Они становятся очень недолговечными. Они разлагаются сами. Относительно легко разлагаются всякие плагиоклазы, кварц, светлоцветные минералы, так скажем. А пероксены разлагаются уже хуже. И совсем плохо разлагаются леви. Придумывали для их разложения даже добавлять некие флюсы. Но любое добавление флюса – это обязательно контоминация. Этот флюс сам все должен быть чистый от кислорода. В общем, своя проблема. А что происходит, если, скажем, минерал разложился не полностью? Часть его, часть кислорода перешла в газ, часть осталась внутри. Происходит фракционирование, которое нам совершенно здесь не нужно. Мы изучаем фракционирование, которое было в природе. А оно происходит здесь, при промпподготовке. Все, такая система, конечно, никуда не годится. Но предпринимали всякие меры, увеличивали время прогрева. Скажем, тогда не 6, не 8 часов. Не на ночь, а на сутки. Но, опять-таки, если мы увеличиваем время прогрева, это опять приводит к тому, что эти никелевые реакторы или реакторы из модели металла не выдерживают. Они очень скоро, значит, в них появляются течи, трещины, дырки и все такое. Свои такие методические проблемы возникают. То есть желательно поднять температуру повыше, но так, чтобы сама система промпподготовки не страдала. Ну, раз возникла проблема, значит, появилось со временем ее решение. Вот уже в 90-е годы, в 90-м году, Захарий Шарп опубликовал первую такую систему на основе лазерного нагрева. Значит, такая же точная система для очистки газов, ровно то же, как на предыдущем рисунке. Ловушки, просто они немножко по-другому здесь выглядят. Не трубка в трубке, коаксиальная, а вот просто уобратная ловушка. Так же точно сюда можно поднести, скажем, емкость с каким-то охладителем, с азотом или с каким-то сложным соединением органическим. Эти ловушки тоже для очистки. Главное отличие вот здесь. Здесь тоже конвертер для О2 в СО2, а это все не так интересно. Лазер. Здесь используют ультрафиолетовый лазер. А вот здесь вот показано, вот покрупнее эту часть, я могу вам показать. Вот эта вот камера, которая наполняется реагентом. Вот окошко прозрачное для лазерного пучка. А здесь вот эта вот шайба с луночками, ну высверленными просто углублением. Их можно быть сразу много десятков. В каждом вы насыпаете там по миллиграмму, по два миллиграмма, ну опять-таки взвешенное количество вашего образца, разных образцов. Или кладете вот на такую подставочку, кладете просто аншлиф. И тогда вы просто ин-ситу можете точку за точкой выжигать и отбирать этот кислород для аэзотопного анализа. Вот. Значит, и дальше процедура такая. Вы навели пучок на нужную вам лунку, на нужный образец. Сожгли его полностью. Ну, в смысле, разогрели. А температура лазерного пучка – это уже тысяча градусов. Это уже не 600, как вот в классической системе, выше которой уже нельзя поднимать. А здесь тысяча. И нагревается исключительно вещество вот в этой лунке. Ну, а эта шайба там либо никелевая, либо платиновая. Два варианта. Она эту температуру выдерживает. Вы просто даже в окошко через бинокуляр можете наблюдать за процессом разложения этого вещества вашего образца. Как порошочек меняет свой цвет и переходит там из обычного природного минерала, переходит в некий фторит. А кислород выделяется. Сожгли все. После этого откачали вещество, опять-таки отделили остатки реагента. А реагента тут этих остатков гораздо больше, чем образца. Отделили кислород образца от реагента. Откачали. И дальше перевели его в СО2, если надо. И отправили на анализ масс-спектрон. Во-первых, эта система уже не имеет ограничений по температуре разложения. И она разлагает любой минерал. Во-вторых, она более компактна. В-третьих, она более производительна. Потому что вот это разложение длится несколько минут. А не шесть образцов за ночь. В-третьих, если вы, допустим, сюда положили образец сульфида, то вы будете анализировать пентофторит серы. Изотопный анализ серы. Если вы положили сюда образец какого-нибудь... Образец, содержащий углерод. И вам нужно проанализировать изотопный состав углерода. Вы напустили сюда кислород. Сожгли это. У вас получилось СО2. Вы это СО2 откачали и отделили от кислорода. Производите изотопный анализ углерода. То есть, в принципе, эта система и довольно универсальна. Так что вот такие два варианта пробоподготовки для изотопного анализа кислорода. И теперь... Один пример я вам расскажу про выделение элементов для твердофасного изотопного анализа. Только один. Потому что, вообще говоря, под разные виды изотопного анализа нужна своя методика, своя кухня. Вот... Что нам нужно, скажем, чтобы выделить из образца содержащуюся в нём... Из какого-нибудь минерала содержащуюся в нём микропримесь Стронце или Рубики. Или того и другого, да? Для анализа рубидия Стронцевой системы нам нужно выделить чисто рубидий, которого там содержатся, может быть, PPM. И чисто выделить Стронцый, которого тоже, может быть, содержатся PPM. А основную массу элементов, да? Практически 100%, нам нужно сбросить. Она намешает. Для этого понятно, что, во-первых, надо образец растворить. Перевести всё полностью в растворённое состояние. Чтобы растворить силикаты, допустим, нам опять нужен фтор, но уже не газ, а в виде кислоты. В плаве. Ашфтор. Ну, ашфтор обычно в комбинации в смеси с азотной кислотой, чтобы там кислотность повысить, разлагает очень эффективно, ну, практически любые силикаты. Мы взвешиваем образец в нужное количество, помещаем в суперчистый раствор смесь плавиковой азотной кислоты. Они, чтобы стали суперчистыми, их там многократно перегоняют в перегонных аппаратах, которые немножко внешне отличаются от самогонных обычно. Они предназначены именно для перегонки кислот. И, скажем, в миллилитре такой вот кислоты вы разлагаете там 20-30 миллиграмм нужного образца. Перевели в раствор. Потом методика такая, что нам нужно это перевести в хлоридную форму, поэтому мы несколько раз выпариваем этот образец полностью, добавляем соляную кислоту. Снова разбалтываем, растворяется в чем-то дело, снова выпариваем, чтобы все остатки, следы фтора, анионов, оставшиеся от азотки, чтобы все это ушло, чтобы остался только хлорид. Трех выпариваний вполне достаточно. Все, у нас образец в виде хлоридов, мы растворяем его в капельки соляной кислоты нужной концентрации, и дальше используем хроматографическую систему выделения, хроматографическую колонку. Что такое хроматографическая колонка? Ну, по сути дела, это вот трубочка, заполненная неким ионнообменником. Это резервуар, ну, тоже трубочка, да, только по большим диаметрам. Резервуар для того, чтобы налить сюда кислоту. Ну, здесь фильтр, который эту смолу поддерживает, не дает ей провалиться. Что делает эта самая... Собственно, как работает эта ионнообменная смола? Это некий полимер со свободными связями, которые, скажем, в кислоте, они заполнены водородом. На конце каждой связи сидит водородом. Но если в раствор попал металл, то начинается обменная реакция. Водород на этот металл. И у каждого металла своя скорость обмена. Рубий не будет обмениваться на водород с одной скоростью. Стронций будет обмениваться с другой скоростью. Все остальные элементы также. Там калий, натрий и все такое прочее. Кремневка, кстати сказать, улетела, когда мы растворили все это в Ашфтор. Сифтор-4, он при выпаривании улетает. Значит, тут в основном у нас катионы в виде хлоридов. Мы загружаем капельку с растворенным образцом сюда. И даем ей возможность впитаться в смолу. И дальше по капельке добавляем кислоту. И постепенно этот раствор движется через колонну. Он движется. А еще раз вспоминаем, скорость обмена водорода на металл у каждого металла своя. Это значит, что при этом движении каждый из них будет затормаживаться в этом столбе по-разному. В разной степени. И это значит, что на входе мы загрузили каплю, где вся таблица Менделеева. А на выходе они будут выходить своими пиками по очереди. Вот если нарисовать изменение концентрации, это будет такой колокольчик гауссовский. Под каждый элемент. Дальше мы прокалибровали эту колоночку. Мы знаем, в каких миллилитрах у нас выходит рубидий, в каких стронций. Подставили в нужное время сюда пробирочку, дюкс. Отобрали нужный нам элемент, а все остальное выкидываем. Все, что нам мешает, все просто уйдет в раковину. Вот такова схема. А выглядит, скажем, пик рубидий и пик стронций примерно так. То есть вот тут полное разделение. Вот эту часть мы отбираем для того, чтобы проанализировать изотопный состав рубидия. Вот эту часть мы отбираем для того, чтобы проанализировать изотопный состав стронций. Все. Для изотопного анализа, скажем, самориодимой системы используется эта же колонка, а потом еще другая стадия с другим ионообменником, который уже позволяет нам выделять предкоземельные элементы отдельно каждый день. Здесь они выходят все кучи предкоземельных элементов. Из этой самой. Называется она ДАУС-58, но это вам совершенно не обязательно запоминать. Это уже детали, которые важны для человека, который в лаборатории работает. Вам важно понимать, как действует вот эта вот ионная хроматография. Для изотопного анализа твердофазных элементов в подавляющем большинстве случаев мы используем ионную хроматографию. Хотя для реониосмиевой системы там используются экстракционные методы, но это уже детали, которые вам станут близки и понятны в том случае, если вы в такой лаборатории начнете работать и заниматься этой кухней. А общее представление я вам сейчас дал. Взрывное развитие аналитической техники в мире начиная с 70-х годов. Вот ICP-приборы начали развиваться тогда. Твердофазные массоспектрометры до 70-х годов изготавливались самими геохронологами, геохимиками у себя в лабораториях. Это все были кустарные изделия. Я ужасно древний, я застал еще в то время, когда мы мастерили или переделывали приборы, предназначенные для всяких физических исследований под наши задачи изотопной геохронологии. Сейчас фирмы изготавливают изумительные приборы, суперчувствительные, суперточные. Туда невозможно влезть. Это изделия высочайшего класса, высочайшей технологии. И вот это взрывное развитие этой всей аналитической техники и для изотопной геохимии, и для химической аналитики, оно началось как раз вот где-то с 70-х годов. И каким-то образом оно связано вот с этим человеком? Кто сможет понять, а? Я так не слышал. Сказал поехали? Да, да, именно так и было, да. Он сказал, поехали ребята, давайте делайте нам массовой тропин. А компьютеры? Получение лунных образцов? Компьютеры? Компьютеры, вообще говоря, ну да, их начали тогда делать, но они к аналитической технике прямого отношения не имеют. Лунные образцы. А почему лунные образцы и Гагария? Ну потому что тоже космос, как кажется, в 69-м году, если не ошибаюсь, американцы выстрелись на Луну и отобрали трубы. Стало интересно, что же там. Все правильно, слушайте, все правильно, вы молодец. Дело в том, что до полета Гагарина программа Аполлона, американцев была, и финансировалась она ни шатка ни валка. Ну что-то там эти яйцеголовые ученые, что-то они там мудрят, что-то нам рассказывают про космос. И вдруг Советский Союз запускает Гагарина в космос. Он сделал всего один оборот. После него там, да, американцы уже знали, что мы готовим первый полет. И они из кожи лезли вон, чтобы обогнать Гагарина. Когда у них космический полет первый случился, знаете? Через три месяца вроде бы они полетели. В мае. Не через три месяца. Через месяц. Он слегка поднялся и обратно опускается. То есть он не делает полный оборот. Вот. И вот первый оборот, первый полет, который американцы тогда успели подготовить, сделать, но все равно опоздали. В отношении к Гагарину. Он был именно такой супербитальный. А первый полноценный оборот, он был только в конце года 61-м у них. И вот они тогда, конечно. Ну как же так? Мы должны быть самыми первыми, самыми лучшими. И Джон Кеннеди, который тогда стал президентом, он почувствовал вот этот вот драйв и обиду, наверное, за то. Ну как же так? Почему не мы первые, а какой-то там Советский Союз? И он сказал, тогда мы первыми высадимся на другую планету. На Луну. И он, а у них, у них все это сложнее, организация, вот скажем, выделение денег на такие вот масштабные проекты. У нас как было с человеком в космос? Ну, за много лет до этого, Никита Сергеевич, первая секретарь ЦК КПС, да, глава государства. Пришел посмотреть, ему показывают баллистические ракеты, которые там Советский Союз делает, там, с атомными боеголовками. Ему показывают, он там, молодцы, цокает языком. И кто-то из конструкторов генеральных ему говорит, что, Никита Сергеевич, а ведь на такой ракете можно человека в космос поставить. В общем, говорят, не рассчитывая ни на что, потому что смотрели исключительно военную технику, смотрели оружие, да, показывали первому секретарю оружие массового уничтожения. А Никита Сергеевич загорелся. Он тоже был такой заводной, не хуже к этой. Точно! Советский человек должен быть первый в космосе. Давайте! Тут же дал команду, выдели деньги, сколько надо, вот столько берите. Лишь бы наладить, значит, вот эту космическую программу, запустить корабли, чтобы человек безопасно... Ну, как безопасно, это был ужасный эксперимент, да? Когда говорят, что что там Гагарин сделал, подумаешь, сидел, ничем не управлял практически. Ну, на самом деле, ему там досталось, и при спуске, и чуть в Волгу не угодил, и, в общем, натерпел со страхом. Но, когда вот кто-то такое говорил, то, по-моему, Береговой сказал, а может не Береговой, но не важно. Хорошо, вот ты представь себе, вот 15-этажный дом видишь, тебя посадили на верхний этаж, а все остальное под тобой – это топливо. И тебе сказали, не переживай, парень, мы все посчитали, а оно сработает. Вот примерно так же, значит, с Гагарином. То есть, ну, рискованное дело, но, тем не менее, слава Богу, удалось, сделал оборот, приземлился, все. И американцы тогда, значит, загорелись, а им сложнее выделить. Президент не может взять и выделить там денег. Он выделяет деньги Конгрессу. Он объездил все Штаты со всякими зажигательными речами. Ребята, мы должны быть впереди планеты всей, мы должны первыми высадить человека на Луну. А потом там на Марс, потом еще. До конца десятилетия мы вот сейчас разрабатываем программу. Давайте. Все, конечно, ура, Конгресс выделяет деньги. Впускается вот эта программа подготовки к полету на Луну. И действительно, в 69-м году, летом, до конца десятилетия, как Кеннеди и предполагал, а его к тому времени уже убили давно, его в 63-м году убили. В 69-м году, вот, 20-го июля, вот эти трое ребят высадились на Луну. Армстронг, он, кстати, похож на АГГ. Коллинз был командиром экипажа, и на Луну он не выходил. Коллинз оставался в орбитальном модуле и за всем этим делом встретил. А Армстронг первым шагнул на Луну, и Олдрин там, через 15-м год после него, Олдрин там предлагал ему, а он по совместительству в своей местной церкви пастором был, он предлагал молебель провести. Армстронг сказал, нет-нет, мне это все не интересно, и, значит, он вышел. Вот. И после них еще было шесть удачных, ну, вернее, после них еще пять удачных миссий. Всего было отправлено семь Аполлонов. Ну, если вы помните, есть такой фильм «Аполлон-13». Это была аварийная, значит, миссия, они чудом спаслись. У них по дороге к Луне лопнул один из баков с газом, и там, естественно, если утекает газ, во-первых, он лопнул, он действительно часть обшивки просто сбросил. Там была серьезная авария, серьезный взрыв. И он стал истекать, и, естественно, реактивная сила, которой ничто ей не сопротивляется, их начала раскручивать. И они теряли топливо. Это газ, который им необходим был для того, чтобы вернуться потом, ну, во-первых, приземлиться, во-вторых, потом вернуться на землю. И это была вообще страшная история. Они тоже собрались в Центре управления полетом, там начали думать, как их спасать. И посчитали, что если сейчас сразу дать маневр на разворот, у них все топливо на это уйдет, и у них не останется топлива на маневрирование, для того, чтобы безопасно приземлиться, войти в плотные свои атмосферы под нужным углом. И тогда они приняли решение, летим дальше к Луне, ну, в смысле, не они приняли решение, не астронавты, а эти вот инженеры, летите дальше к Луне, используйте Луну, кравитацию Луны для разворота, они облетели Луну. Страшное дело. Видео сейчас опубликовано, как они летят над задней стороной Луны. Земли нет, связи с Землей нет, через Луну сигнал не проходит. И вот они, значит, облетели ее, и потом уже на выходе тоже, опять-таки, небольшое расходование топлива, скорректировали орбиту и полетели к Земле, и у них хватило топлива на то, чтобы нормально войти в атмосферу Земли и спастись. Никто не погиб. Но это чудо. Вот. Это был Аполлон 13-й. А так вот до 17-го Аполлона они шесть раз приземлялись, прилунялись на поверхность Луны, привезли около 300 кг образцов, и когда посреди вот этих 60-х годов уже начали там, уже приготовили эту программу, вдруг понимают, так, ну мы слетаем, конечно, на Луну, а какой выход-то? И они поняли, это вещество надо тщательнейшим образом изучить. Мы двинем вперед науку. И они выделили очень большие деньги на развитие аналитической техники. Вот тогда. Поэтому вы абсолютно правы. вот полет Гагарина и взрывное развитие аналитической техники связаны, ну, практически напрямую. да? Вот. Такая вот замечательная история. Ну, по-моему, я все, что хотел вам сегодня по этой теме рассказал. новую начинать не хочу, устал. Давайте, если у вас есть вопросы, я сегодня вам много всего расскажу. Если у вас есть вопросы, подумайте, у нас есть время, чтобы немножко их обсудить. А наши три Луны, Луна 16, Луна 20 и Луна 24, они в автоматическом режиме. Там бурили скважины. И они привезли суммарно около 300 грамм вещества. Сейчас этот лунный грунт хранится у нас в институте. У нас хранится большая коллекция метеоритов. В общем, это коллекция Академии наук. Метеоритная коллекция Академии наук хранится у нас в институте. И сам лунный грунт, когда был доставлен под это вещество, была оборудована комната, специальное приемное помещение хранили. Ну вот сколько уже, больше 50 лет хранится этот грунт. Естественно, время от времени эти образцы, у кого-нибудь возникает какая-нибудь новая идея, что-нибудь проанализировать, берут этот образец, изучают. Недавно, когда приезжал глава китайский МСИ, он Путину подарил полтора грамма доставленного образца, вот этот Чинге-5, их удачная миссия, тоже по отбору образца. Привезли, если более точно, 1800, по-моему, 41 грамм. Привезли на землю, и СИ привез Путину в подарок полтора грамма. Два образца. Один, там, они такой трубкой углублялись, ну это не то, чтобы бурили, но тем не менее, керн, забранный трубочкой, да, с глубины. А другой образец, ну из этого же места, лопаткой зачем? Вот это два разных образца, часть того и часть того нам подарили. Нам нужно было дать ответ, естественно. Мы из, по-моему, Луны 16-й тоже взяли полтора грамма. Нельзя было ни больше, ни меньше, это было бы неприлично. Больше и не прилично, и меньше неприлично, да. Тоже дали, значит, полтора грамма образца. И при встрече, и при следующей встрече уже вот этим летом, ну тоже через президента Академии наук, кто-то отвез Путину наш подарок для Китая, они его получили. У нас сотрудничество по космической тематике с Китаем сейчас разворачивается. Ну или, скорее, даже продолжается. Вот. Но у американцев груза в тысячу раз больше. У них 300 килограмм. В общем, очень интересные книги найдены. В Америке тоже полно идиотов, которые считают, что американцы все это в кино сняли. Потому что, на самом деле, Кубрик, когда снимал кино, ну, документальный фильм об отчете, вот как часто делают такие фильмы, когда про какую-нибудь историю, скажем, про каких-нибудь там римлян, да, древних римлян какую-нибудь историю рассказывают, часть какие-то фрагменты актера играют, а часть вам показывают исторические какие-то артефакты, там, колонны, статуи, еще что-нибудь такое. Примерно это же он хотел сделать, инсценировать часть вот этой миссии, и там снимались актеры в павильоне. Кто-то про это узнал. А, все снято в павильоне, вы нас обманываете. Вот. И гонялся за вот Олдрином, имя его Эдвин, Абаз это прозвище, которое он недавно официально утвердил, он поменял паспорт. Стал называться Базом. Почему Базом? Младшая сестра не выговаривала слово Бразом. Братец. И звала его Базом. Базом. И так за него это прицепилось. Космонавт, астронавт, да, летал. Его уже все звали Базом. Официальное имя было это. В конце концов поменял паспорт. Вот. Так вот, за ним уже, когда ему было, наверное, лет 70, прицепился какой-то журналист с воплями, он говорит, что вы нас обманываете, вы лжец, вы никогда на Луне не были, вы все за счет этого думаете. Но бывший военный летчик. Ему в лицо говорят, что он врет. Он этому журналисту врезал, при всех сбил его с ног. Ну, в общем, обошлось без этих судебных тяжб. И без статей. А? И без статей. Да. Так что, есть там. И у нас полно тоже любителей. Мне как-то переслали письмо из Академии наук. Письмо, которое написал депутат наш. О том, там содержание такое что. Просим Академию наук подтвердить, что, значит, американцы никогда не были на Луне. Это все обман. Вот. Или что есть такое мнение, да? И просим Академию наук высказаться по этому поводу. Но на самом деле там недвусмысленно проводилась мысль, что это все обман. Ну, мы написали в очередной раз, что нет, ребята, никакого обмана здесь нет. Когда американцы высаживались на Луну, мы, во-первых, тщательнейшим образом следили, перехватывали все переговоры. Более того, наша Луна, по-моему, 15-я, тоже уже с заборником, с буровой установкой, пыталась обогнать их. Мы пытались опередить их автоматической станцией, забрать грунт, там, хотя бы на день. Когда, значит, аппарат прилетел к месту посадки, выяснилось, что, причем на сутки раньше американцев, выяснилось, что место для посадки опасное. Ну, снимков хороших не было, поверхность неровная, была опасность, что станция упадет, и все, будет авария. Поменяли, соответственно, место, заменили, все, мы уже опоздали. А американцы знали, что наш аппарат там. И у них началась паника. Может быть, эта Луна специально послана туда, чтобы сорвать их миссию, привести к катастрофе. Астронавты, ну, там, сотрудники космонавта, астронавты американские, звонили нашим. И спрашивали. Бога ради, подтвердите, что вы не будете нам, значит, срывать наш полет там и организовывать какую-нибудь катастрофу. Наши сказали, нет, нет, мы просто пытаемся вас опередить. Но Луна 15 потерпела крушение при посадке уже в новое место. Там действительно была неровная такая территория. Ну, в общем, в космической этой эпопее аварий было очень много, конечно. Слава Богу, что людей пострадало немного. И, по крайней мере, вот из этой миссии, да, Аполлона, не погиб никто. Так, ну, я вовлекся. Все, вопросов нет? Тогда разбегаемся, да, тогда добро.